Закончилась прямая линия с президентом, она шла 4 часа, есть уже первая цифра статистики. За первые 2 часа Путин ответил на 34 вопроса. Таким образом, производительность разговора составила в среднем 18 вопросов в час, несложно посчитать. Спектр земли был очень широким, от самых личных, любимого фильма президента и его семейного положения, до геополитических. Звучали вопросы приглашенных гостей, в финале президент ответил на вопросы, выбранные им самим. Впервые можно было прислать видеообращение. Этим воспользовался, например, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Были прямые включения из разных регионов, в том числе переживших стихийные бедствия в прошлом году. Это еврейская автономия, Хабаровский край, где было разрушительное наводнение. Так что люди могли напрямую рассказать Владимиру Путину о ходе восстановительных работ, своих опасениях самопростых чиновников. Но Россия дело не ограничивалось. Впервые напрямую связь с президентом вышли международные эксперты из Берлина. Их в основном интересовала внешняя политика и российские намерения в связи с санкциями ЕС. Как и ожидалось, Крым и Украина стали главными темами прямой линии. Именно по ним вступило больше всего вопросов. Жители Севастополя беседовали с президентом напрямую. Владимир Путин назвал военную агрессию Киева против своих же граждан преступлением. И объяснил, как было принято решение о присоединении полуострова. Многим не до конца ясно, что же стало причиной такого острого политического кризиса, который привел страну к расколу и вооруженному противостоянию. Владимир Путин объяснил, с чего все началось. Владимир Путин объяснил, что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе с европейцами. Начались известные беспорядки, которые привели в конечном итоге к антиконституционному перевороту, к вооруженному захвату власти. После этого это кому-то понравилось, а кому-то нет. И на юго-востоке Украины люди забеспокоились за свое будущее, за будущее своих детей. Имею в виду, что они наблюдали и всплеск национализма, и угрозы в свой адрес, и желание отменить некоторые права национальных меньшинств, в том числе русского меньшинства. Хотя это условно, потому что все-таки русские в этой части земли, Украины, они все-таки являются коренными жителями. Но была предпринята сразу попытка отменить решения, связанные с использованием родного языка. Это все, конечно, людей насторожило. Что дальше стало происходить? Вместо того, чтобы наладить диалог с этими людьми, на места губернаторов руководители регионов из Киева прислали своих назначенцев. Это местные олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды, эксплуатируя народ, разворовывая государственное имущество. А тут еще их прислали в качестве администраторов, руководителей целых регионов. Конечно, это вызвало дополнительное недовольство. Люди начали выдвигать из своей среды лидеров. Что сделала власть этими лидерами? Пересажало всех в тюрьму. И это на фоне того, что националистические формирования не разоружаются, а наоборот начали все больше и больше угрожать применением силы на Востоке. На Востоке люди сами начали вооружаться. И вместо того, чтобы осознать, что происходит нечто неладное в украинском государстве, и предпринять попытки к диалогу, начали еще больше угрожать силы и дошли до того, что двинули на гражданское население танки и авиацию. Это еще одно очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей. Говоря о вариантах выхода Украины из сложившейся ситуации, Владимир Путин указал один возможный путь – диалог сторон. Его необходимо начать как можно скорее, иначе катастрофа неизбежна. Есть еще одно оправление – вместе это делать. Надеюсь, что удастся все-таки понять, в какую яму, в какую пропасть движется сегодняшняя власть и таща за собой страну. И в этом смысле считаю очень важным начало сегодняшних переговоров, потому что, на мой взгляд, очень важно сегодня вместе подумать на тему о том, как выходить из ситуации, предложить людям вот этот настоящий, не показной, а настоящий диалог. Ведь руководители приезжают, киевские сегодняшние, приезжают на восток. Но с кем они там встречаются? Они встречаются со своими назначенцами. Так для этого не надо в Донбасс ехать. Для этого достаточно вызвать их в Киев и провести там совещание. С людьми надо разговаривать и с их реальными представителями, с теми, кому люди доверяют. Надо выпустить всех из тюрем, помочь людям организоваться, выдвинуть дополнительных лидеров и начать диалог. Вот на востоке говорят о федерализации. В Киеве уже, слава богу, говорят о децентрализации. А что за этими словами? Нужно сесть за стол переговоров и понять, о чем идет речь. И найти решение. Только в ходе диалога, в ходе демократических процедур, а не с использованием вооруженных сил, танков и авиации, можно навести порядок в стране. В центре обсуждения оказалось важное историческое событие последних дней – присоединение Крыма к России. Владимир Путин рассказал о том, что никакой стратегической проработки и подготовки не велось. Решение принималось, что называется, по факту. Лишь получив результаты референдума жителей полуострова, президент внес вопрос о статусе Крыма в Совет Федерации. Ничего не готовилось. Все делалось, что называется, с колес, исходя из реально складывающейся ситуации и требований текущего момента. Но исполнялось действительно в высшей степени профессионально. Наша задача заключалась не в том, чтобы действовать там в полном смысле вооруженными силами. Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность граждан и благоприятные условия для их волеизъявления. Мы это и сделали. Но без позиции самих крымчан это было бы просто невозможно. Более того, я вам скажу, что до последнего момента, просто до последнего дня я в той речи, которую я потом произносил в Кремле, не писал последние фразы. А именно, вношу в федеральное собрание, в федеральный закон о присоединении Крыма, потому что я ждал результатов референдума. Ну и когда стало ясно, что явка составила 83%, что 96 с лишним процентов высказались за присоединение к Российской Федерации, стало очевидно, что это абсолютное, просто практически полное большинство, если не сказать, весь, всё крымское население. В этих условиях поступить иначе мы не могли. Говоря о будущем, которое ждёт Россия и Украина, Владимир Путин подчеркнул, что в основе отношений должно лежать уважение, в том числе и к праву на выбор. Если обе страны и оба народа хотят быть успешными, то без сотрудничества не обойтись. Мы должны признать право друг друга на собственный выбор. Люди, которые проживают на Украине, должны с уважением отнестись к выбору тех, кто проживает в Крыму. Почему? Это первое. И второе. Россия всегда была рядом с Украиной и всегда рядом останется. Я сейчас не говорю, и мы ещё наверняка к этому вернёмся, о той помощи, которую Россия оказывала Украине в течение многих-многих лет. Она выражается, если переводить это всё в денежную форму, в сотнях миллиардов долларов. Но дело не в этом. Дело в том, что нас связывает огромное количество общих интересов. И если мы хотим быть успешными, то мы, конечно, должны сотрудничать, быть вместе. И вот это понимание обязательно к нам придёт, несмотря на все сложности эмоционального характера сегодняшнего дня. Говоря о референдуме в Крыму, Путин рассказал, что российские военные помогали обеспечить свободное волеизъявление жителей региона. Я не скрывал, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооружёнными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить своё мнение было просто невозможно. Но всё-таки имейте в виду, что в Крыму находилось свыше 20 тысяч военнослужащих хорошо вооружённых. Там только одних систем С-338 пусковых установок и склады с вооружением, и эшелоны боеприпасов. Нужно было огородить людей даже от возможности применения этого оружия в отношении гражданских лиц. Отдельно Владимир Путин остановился на действиях бойцов Беркута во время событий на Майдане и на том, как потом новые киевские власти обошлись со спецподразделением. Что касается Беркута, то, безусловно, вы и ваши товарищи честно, очень профессионально и достойно исполняли свой служебный долг. Это вызывает безусловное уважение и к вам, и ко всем вашим товарищам, к вашим бойцам. Но в конечном итоге то, что с вами произошло и то, как поступают с вашими коллегами сейчас в Киеве, это аукнется для самого украинского государства. Потому что нельзя ни унижать, ни ставить на колени бойцов, которые защищают интересы государства, ни шельмовать их, ни лишать их медицинской помощи, когда они находятся в госпитале. Мне известно, что бойцов Беркута, которые в госпитале находятся, не только лечить их, кормить перестали. Наши неоднократные обращения к киевским властям о том, что мы готовы принять всех, мы не получаем никакого ответа. Но если так государство относится к людям, которые честно и достойно исполняют свой долг, то вряд ли можно это государство рассчитывать на то, что кто-то другой будет действовать аналогичным образом в будущем. В конечном итоге, я думаю, люди все осознают, то, как профессионально и достойно вы исполняли приказ и скажут вам спасибо. Также Владимир Путин прокомментировал действия Виктора Януковича во время кризиса. Президент России не согласился с тем, что тот сбежал. Что касается Виктора Федоровича, то он исполнял свой долг так, как считал возможным и нужным. Я с ним говорил, конечно, неоднократно и в ходе кризиса, и после того, как Виктор Федорович оказался в Российской Федерации уже. Как он мне сказал, неоднократно думал над необходимостью применения силы. И, как он мне сказал, рука не поднялась подписать приказ о применении силы против своих граждан. Янукович согласился с досрочными выборами в парламент, он согласился на возврат Конституции 2004 года, он согласился с досрочными выборами президента в декабре этого года. Если бы потребовали, я думаю, что согласился бы в конце концов и с досрочными выборами президента через месяц или через полтора. Он, в принципе, на все уже согласился. Нет. Как только он выехал из Киева и как только вывел подразделение МВД из столицы, сразу же пошли дальше, захватили и его здание администрации, и правительственное здание. Совершили государственный перерод в полном, в классическом смысле этого слова. Продолжение следует...